Матушка повредила ногу. Вчера Виктор Андреевич купил вот такая какая-то. Убери вот эту. Попали услышала и туда залезла под эту. Ну это продается что-то такое вот. Ходить косолапым. Она сразу туда шмыгнула. Видимо от болезни что-то осталось. Головка маленькая направо у ней наклоненно бывает. Такая же бодрая веселая это благодаря Анастасии Валерьевны Дробот. Вот она сидит. Паля познакомьтесь. Вот она сидит за салафаном. Володя охота поиграть маленьких. Сейчас такой батюшка позвонил и говорит Романа вчера приезжала в Потеряевку. Милиция забрала куда что никто не знает. Там конверты. Неизвестно что. А первый мостик был где вода пошла в другом месте. Срочно надо камни там набрасывать. Ну ходили смотрели. Чтобы она по камням шла. По-другому никак. Потому что где был промой ниже нельзя. То есть надо было ниже по расчетам. А там няша. Няша это грязь давнишняя. Туда машину за машиной гнали. Утопили. А они же никак нельзя было сделать. Вот так. Ну ничего там. Если так пойдет она по камням то она ничего не сделает. А потом камни втопить эти. она шире идет. Вот так. Сейчас смотрелся Карацупа. Вот. Это Андреевич кажется его. Пограничник. Полковник был. Везде бюстов. В дружинах. В отрядах пионерских. Школы. Библиотеки. Ну и кое-где там какие-то отряды пограничников называли. Он очень сильный следопыт был. И первая собака Индус. Но когда с Индией установили хорошие отношения. Ввиду этических соображений переименовал собаку Ингус. И какие собаки были у него пограничные. Ну длинная же служба то была. Он 84 года жил. Ну ясно что собаки срок такой не был. Но все погибли. А первые отравили. Не застрелили. Пограничники. Которые нарушали эту границу. Ясно дело что они с оружием шли. Пример. Пример показал как надо служить. С 41 года. Член ВКПБ. Ну тут уж по-другому нельзя наверное было. Дружины все подражали. В разных городах установлены его бюсты. Где жил он. Где там работал. Пример брать. Вот нам пример. Как надо охранять себя. Псы. Бредящие лежа. Любящие спать. Это говорится о плохих пастырях. А вот таким надо быть пастырем. Какой пес был у него Ингус и сам. Карацупа. Зарядите. Да больше узнаете. А я тогда когда в школе учился. В это время он был живой. Он умер где-то в 94 с 10 года. Ну так и есть в 94 году. А это там где-то 50-60 года. Он еще работал. И в пионерской правде. Статья за статьей шли. Туча над Вислой. Ну там на Тиссой. Вот так. Какой-то даже какой-то фильм был. Но его еще ты никак не найдешь. Вот пример просто. Так он неверующий. Неважно. Неважно что неверующий. Господь показывает. Ты даже неверующий. Вот веселил. Имел знания которые украшали храм. Вот она вылезла. Любят. В каждую дыру залезет. Опять туда пошла. Что идешь уже? Да все. Давай молись. Я скажу Аминь. Господь и Бог нас слава Тебе. Благостри на предстоящий труд. Господи умудри. Как что сделать. Сохрани от всякого рода зла. Сохрани также от всякого рода зла. Здесь Игнатия. Господи раба Твоего. И благостри всех святых Твоих по всему лицу земли. Тебе слава за все Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Вот видишь так тихо считал молитву, что я Аминь даже не могу сказать. Ну простите. Ну ты же мог погромче маленько. Или боялся чтобы не узнали что верующие? Да почему? Я вообще подумал что вы слышите. Подумал. Нет не подумал. То есть ты вообще обо мне забыл. А если подумал то бы так. Сумку надевает. А Паля уставилась. Провожает. Володя кормит то не я. Я там тоже оставил вам рыбку. А что там? Рыбка в хлебнице. Аааа. Ну ладно. Просто дверь прижми я ее. Сбога. Ну вот. Сейчас Володя пошел. Мы сейчас его проводим на работу. Как он уходит. Вот так он. Где он у нас Володя. Ага. Вон он идет. Вот он пошел. По-моему здесь он должен идти. Ну а вот он где был. Это куда же. Никак не найдешь. Ну не важно. Нашел. Это сегодня у нас должно быть 20 марта 2018 года. Вот правило такое перед выходом. Три поклона. Он знает что я вместе с ним. Да благословит Господь. Сейчас он ручкой помашет мне. Забыл. Нет. Не забыл. Вот так. Пошел наш брат на работу. Где-то работает там. Да. Заезжает за ним. Вот он пошел. Это наружное наблюдение у нас. Вот такое хорошо все сделано. Не один раз помогало. Видели как через забор перелазили. Потом все не заходили. Ну вот. Все на этом. Скоро наверное у меня выведется выводок. Голубка сидит. Дикарка. Хорошая заботливая мать. Это подойдет. И чтобы его за ушами почесали. Сейчас жду Игоря Барабаша из Потеряевки. Батюшка говорит. Его подробно расспроси. Как ходили вчера. Дескать я не знаю точно. Что там. Первый. Через первый мостик вода пошла. И пошла не по низинке. А взяла выше. Ну мы так и говорили. Уже тут мы знали как. Ниже никак не могли сделать. Бульдозер тонет. Если кирпичи выбирать. Значит он что застрянет. Ну и завалили в район. Ну если только шире сделать. А значит все равно вода пройдет. И слава Господу. А если прорыв где-то будет. Ну тут еще не сделаешь. Заваливать придется. Заваливать и затрамбовывать. Вот она у себя под груздик. Зализываясь. Так-то ей трудно. Как Бог устроил все. Совсем махонько. Все-все знала. Бегала. В утешение с человеку даны. Я считал не знаю только где. Раньше было. Вроде в Египте. За смерть кошки. Смертная казнь была. Она как священная была. Животная помогала от грызунов. И так же было в каком-то государстве. Тоже не знаю. Слышал только. Кто разорял пчелины улей. Ну наверное это у язычников было где-то. Приговаривался к смертной казе. То есть. Люди понимали. Что тот который это делает. Злодей. Он про самые необходимые дары божьи. Он уничтожает. Не за корову. Не за овечку. А именно вот. Пчелы и кошка. В этом случае идут на равных. Хорошо. 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 Продолжение следует...